Сидят такие с кофе А я Пуг Сейчас проверим Запись на сайте Тику вот так засунула туда руку по локоти Он умер 31 декабря в 6 часов вечера, потому что застрял между корнями растений Я вообще своих животных не трогаю Я закидываю еду и пинцетами убираю какашки И это делает Аня счастливой Нет, давайте либо все оставим в природе, либо не будем двуличнее Ну люди хотят ударчик Ну ладно, хотите ударчик, пишите пожалуйста Я туда вместо аэрации дул через трубочку и нормально все было Это печально Друзья, всем привет! Сегодня у нас необычное видео Мы очень долго не сидели вот так вот вдвоем, втроем, не разговаривали с вами Но поскольку сегодня 1 апреля мы решили для вас собраться и рассмотреть какие-то интересные ролики про животных какие-то смешные Ну и заодно обсудить их Поэтому давайте начинать без лишних разговоров просто смотрим и реагируем на эти прекрасные видео Первое видео называется любимое блюдо Почему бы нет Да, почему бы нет в принципе Ну такое часто случается Ну все-таки часы Это приятнее, чем пальцы Ну да, но чаще всего это бывает с пальцами То есть многие реагируют на это как-то негативно говорят, что вот меня мой королевский питон или кто-то еще просто покусал Он всегда был таким мирным Я его растила с яичком Он набросился на меня Что произошло? Что произошло, да Ну, тут несколько вариантов Это непредсказуемые животные Ну, кстати, лидеры вообще такого поведения это королевки потому что они насасываются на все на пальцы, на любое то, что на руках Да, кстати, свиноносы тоже Тут будет свиноносы, кстати, тоже О, да Это мы прекрасно Прекрасное видео мы обсудим Ждем Вот, поэтому в принципе Может она фаршировала индейку вот так вот засунула туда руку по локоти поэтому ее часы Руки-то она помыла а часы сняла перед тем, как руки мы И все Я использую этот кусок для превью Поехали дальше Второй Рыбий Куклачев Ну, у меня практически так же было тоже через колечко Правда, на зубочистке, но... Музыка как из сериала Уроки Турецкого Уроки Турецкого Здесь не хватает музычки Марио Да, кстати, вопрос такой очень интересный потому что чаще всего в таких видео я вижу именно петушков Ну, они умны Ну, смотри, можно же и с горами в принципе такие версии Вообще, мне кажется, что это связано с тем, что это все лабиринтовые и почему-то именно чаще всего с лабиринтовыми рыбами можно делать что-то вот но но в то же время вот сейчас надо будет вырезать потому что я не помню, как называется с опухолью на башке а хорн во, во в то же время и опухоль Слушай, давайте вспомним золотые рыбки, которые с вот этими вот с отекшими веками Ну, тоже Жирчатые, да Разве сточеты различные и так далее Достаточно умные Я голосую за разум лабиринтов Да, и существует очень много таких видео пока мы делали подборку таких видео для нашего сегодняшнего ролика очень много таких попадалось то есть и в какие-то трубки пластиковые они заплывают какие-то стеклянные там сосуды, еще что-то то есть именно почему-то петушки Ну, естественно, триггером является что такое? Я просто вспоминаю, что мой вот тот самый первый красный петушок который прыгал у меня через зубочистку, через кольцо он умер 31 декабря в 6 часов вечера потому что застрял между корнями растения вот мы тут говорим про интеллект лабиринтовых но как бы это печально Да они не идеальны Да, конечно, триггер здесь именно корм там плохо видно скорее всего либо мотыль либо какой-то типа Ларва Стикс от Тетры вот но может быть и живой потому что живой более вкусным запахом обладает скорее всего это является очень хорошей приманкой обсуждаем дальше Комната мечты у меня такое на работе ну здесь комната очень лаконичная и очень классная то есть видно что люди старались сделали стеллажи ставили стойки покупали хорошее оборудование очень хорошее и видно что у них скорее всего удобно все это автоматизировано очень здорово может быть у кого-то у кого-то из вас есть такие комнаты может быть стеллажная система красивая автоматизированная что самое важное ну просто представляете взял тряпочку и не пошел протирать все стеклышки которые там есть тут будет да тут будет кусочек другого видео там реальность и то что получается в итоге но это достаточно интересно я думаю что первые два месяца бегаешь там протираешь каждую пылинку а через два года опять они насрали ладно пусть так полежит еще месяцок на концовом беру когда терроремист берет ипотеку и такой вот там будет это как видят родители там кровать еще чего-нибудь там телевизор и гарнитуры прочее терроремист ну все однушка и однушка все спать будет на полу а вот там сверху на террорем можно насколько я знаю у Екатерины допустим тоже есть специальная комната специальная для питомцев что она не такая красивая ну она сейчас немножко не такая красивая да их несколько они на разных квартирах и разные животные да да несколько квартир я сказала бы что там все экзотера да не экзотера тоже за лет даже есть между прочим там коллекция собранная за десять лет вот различных террариумов от тех которые самостоятельно клеились до вот последнего вот сколько у меня с прошлого апреля последнее приобретение да так что кстати экзотера вот да у нас есть прекрасный опыт содержания таких комнат а следующее видео называется и что переводить они говорят что это чисто раздумья видео к раздумью все ничего не произошло нет тут главное в тексте что твой геккон тебя не любит и человек окей и что и что из этого типа надо было читать многое в этой жизни приходится читать вот ну да тоже достаточно интересное видео потому что многие когда заводят своих первых питомцев особенно террариумных таких экзотических друзья и родителей знакомые говорят ну это же не кошка не собака она тебя никогда не полюбит никогда не прибежит к тебе никогда не запрыгнет на минуту ладони мы вообще-то ну мы 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 заводим этих рептилии не того чтобы они нас любили а чтобы мы их любили потому что у нас большое сердце и мы просто много любим и за всеми ухаживаем и не так важно опять это нам не служили да мы от них ничего не требуем это безусловная любовь вот это прекрасно чем их становится больше тем меньше мы от них требуем и вообще меньше их трогаем нас просто греет то чувство что у нас они здесь я вообще своих животных не трогаю я закидываю еду и пинцетами убираю какая-то и это любовь и это делает Аню счастливой действительно любовь ну можно я дать свои тоже пять копеек ставлю на самом деле ну с одной стороны здесь нет никакого фееричного такого заключения ну как бы наверное вы как и мы ждали чего-то более интересного там как он жрет палец или еще что-то пытается сделать но на самом деле это просто ресничный бананаед который удивительно что он никуда не побежал потому что просто вот так вот почесать потыкать бананы ну это на самом деле удивительно ну что он здесь спокойно ну что он здесь спокойно ну скорее всего он сыт может быть там не знаю в смысле сыт или сыт да такое тоже бывает и это будет кстати тоже видео мы для них просто дерево ну так объективно ну так объективно древесина так-то теплая баньку то почему из древесинки делают логично логично почувствуй себя бредном ну погнали дальше зато я очень красивый он блондинка кстати можно а он полный натуральный блондин ну это кстати обычное поведение свинок королевок вот которые натягиваются на палец потом да хорошо причем радость вот этих вот ну вот видов как бы в чем что если ты там смотришь на маиса региуса тебе его хочется потрогать ладно хорошо мне хочется его потрогать хотя ну уже не очень хочется так слишком много в моей жизни то например свинку или королевку лишний раз я трогать не хочу потому что это может оказаться на кусяма басрусим еще чем-то но при этом за ними интересно наблюдать даже в террариуме потому что они тупят настолько ржачно но те же самые уроборусы это прям вот выигрывают свиньи и королевки весело и ты не знаешь такой как вытащить змею из змеи а мне нравилось возиться со свиноноской я в него наоборот специально пальцем тыкала он такой сейчас я в твой залез я не люблю когда я в твой залез ну если вы решите завести такое животное вообще в принципе любое там от бананоеда там и у блефара заканчивая какими-то варанами крупными то вам все равно придется терпеть некоторые покусы это нормально ну вот так что будьте к этому готовы да надо было наложить музыку из этой Агаты Кристиса дамаза очень тупой красивый вид кстати между прочим вместо того чтобы покупать авто поилку журчащей водой доливать туда фильтрованную воду котам заведите реально аквариум при нормальной фильтрации вы получите и эстетику и богатую органикой воду для кота между прочим что просто ну да главное чтобы кошка или другие питомцы не пили у вас из аквариума сразу же после того как вы туда что-то добавили типа какого-то альгицида главное чтобы они не пили из твоих кружек а отсюда пусть пьют ну не знаю я 5-50 я немножко ну у меня тоже кошка пьет то есть рыбе можно в этом плавать а коту нельзя Кошка и алкоголик. Горе семья. Поехали. Далее. Называется «Отпустите их». Это как раз в толп тем людям, которые постоянно орут «Отпустите животных обратно в природу». Мы сохраняем популярацию. Они выбирают в природе. У нас был такой комментарий в группе совсем-совсем недавно. Буквально по поводу королевских питонов, когда у нас была небольшая поставочка, мы сделали пост, и там девушка написала, «Змени должны жить в лесу, отпустите их и так далее». Это все, конечно, прекрасно, но мне кажется, это больше относится к тем видам животных, которых вы притащили сами из леса домой, потому что там те же ужи, тритоны. Перестаньте ловить приткачей в природе. Не ловите, пожалуйста, животных. Не тащите их, не надо их зимовать в ваших холодильниках. Пожалуйста. Это очень сложно. Оставьте животных нашей полосы в нашей полосе. Пускай лучше их любят, заботятся и специально зимуют в инкубаторах люди в другой территории. Подождите, фиалочку из Бразилии мы можем держать дома. Ну, фиалочка это другое. В смысле другое? Мы берем что-то из природы. Оно же не такое живое. Нет, давайте либо все оставим в природе, либо не будем двуличными. Люди к бесплатным ящерицам относятся крайне плохо. Люди крайне плохо относятся к животным, которые стоят дешево. К сожалению, стоимость обесценивает содержание отношения к животным в целом. Потому что, когда ты понимаешь, что ты готовишься завести животное, ты вкладываешься в оборудование, и тогда ты его заводишь, ты, ну, вот, хотя бы из чувства вот этого, что ты потратил время и деньги, ты за ним следишь лучше. А когда такой, хей, у меня тут на ветках растут бананоеды и прочее, ну, как бы, и внимание не то, и ценности, ну, ценность жизни как минимум. Не знаю. Не люблю я тех, кто проткачает. Да. Постоянно люди на этом сжигаются. А год назад или когда-то бы гуаны гуляли у нас. Да, по-баске игуана бегала, да, тиграш где-то. Выпустили на прерыве. Выпустили на лазь. Приспособа года. С грибочком ты так, ну, ты и почистишь, но у тебя все улицы берешь и почистишь. Хотя здесь тоже есть грибочек, это, кажется, штучка от JBL, если я не ошибаюсь. Но это для тех, конечно, у кого прям засилие улиток, и кому есть что собирать. Потому что если у вас там 2-3 улитки, вы просто можете их... Завести еще одну улитку. Ну, либо хелену, либо пальцем просто вытащить и все. Ну, от икры эта штука тоже не спасет. То есть вчера, допустим, у нас, мы сажали цихлит, и в аквариуме были тоже вот эти вот улетячие икринки. И очень сложно от них избавиться, конечно. То есть либо прям все вымывать, либо потом давить таких маленьких товарищей. Ну, а вообще, да, напишите, как вы справляетесь с улитками, добавляете какие-то... Завел тетрадон и до свидания. Ну, завел тетрадон, хорошо. А если у тебя там цихлит... Ой, нет, из хридов, господи. Какие-нибудь рыбы с плавниками, вуалевыми, например. Надо 2 аквариума. В одном будут улитки, в другом будут тетрадоны. Ловишь улиток, кормишь тетрадонов. Замкнутая система практически. Специальный корм для тетрадонов растить. Прекрасно. Растить в красоте, а почему бы нет? Сам вырастил, ты знаешь, что без ГМО. Прекрасно. Так можно их тогда вот так складировать, а потом оладушки пить. Алена, я тоже ничего. Прекрасно. Называется самый страшный удав. Вот такие глазарки пыли. Когда ты живешь вот так вот и смотришь просто вверх. Ну, многие там звездочеты, например, золотые рыбки так и смотрят, в принципе, и вверх. Крамбола. Крамбола, да, у нее просто... Есть такие специальные очки с зеркалами для страховщиков на скалолазке, которые не хотят вот так стоять. Ну, я представляю, да. Я обычно видела их видяшек про пенсионеров, которые смотрят телевизор тоже горизонтально, потому что там... А это идея. Книжки так читают тоже. Почему? Многие спрашивают, почему нет продаж. А почему? Зачем? У нас есть домовки. В смысле зачем? Они похожи. Довольно-таки похожи. Они похожи, только не настолько... Простите, это субъективное мнение, настолько туповатый взгляд, и домовка все-таки как-то имеет голову, шею, тело, и, ну, не такой как бы шланг. А в содержании они в разы проще, я имею в виду, домовые змеи. Реально похожи на миниатюрных удавчиков. А что удавчиков? Кто еще не втопил в тему вообще домовок, вы только представьте, что вот эти вот, да, есть нормалы, есть альбина, их же куча еще, зеленых, черных, прочего. И это компактная змея, которая вырастает, ну, где-то до 90 сантиметров. Это ж... 45-45 на 30 и... 5-6 штук. 7 штук. 10 штук. Удавчиков. А потом разного цвета. Ну, люди хотят удавчик. Ну, ладно. Хотите удавчик, пишите, пожалуйста. Кидайте заявки, будьте готовы, что мы... После этого видео Екатерина на почте ждала. Ответим вам о каких-то сроках, стоимостях под заказ. Ну, как бы привезем. Бывается неуклюжий? По тренду дурацкие способы убедить. Не надо так делать, пожалуйста. Не делайте такую полосу препятствий вашим питомцам. Катя, объясни, почему? Да. Хорошо. Давайте так. Если вы сажаете их в террариум и хотите, чтобы животное самостоятельно выбиралось, вы должны адаптировать полностью вашу квартиру, комнату под их естественную среду обитания. Засыпать все песком. Песком поставить коряги, ветки. Да. В противном случае у вас не должно быть самостоятельного выхода животного. А самостоятельный выход, это вы вот его взяли, осмотрели, что с ним все хорошо, посадили там, поиграли с ним на ковре, на диване, еще где-то, осмотрели, что он ни за что не зацепился, не поранился, вернули обратно. То есть, ну, осмотр, тех осмотров, туда-сюда. А самое вот, кстати, забавное, ну, у меня тоже агамы, и они играют с лазерной указкой, как коты. Ну, это офигенно, это прикольно, это весело, но... Помогает животному не растолстеть. Да, это как бы подвижность, можно за зафобасиком вот так вот угонять. Но следите еще за тем покрытием, которое у вас, в принципе, есть в комнате. Если у вас ковер с невысоким ворсом и не с петельками, для агамы это, ну, помягче будет. Но это будет хуже для вас, потому что, если она там испражнится, подмыть такой ковер будет достаточно проблематично отстирать. Если... А запах! Я запах! Я предупреждала стартап на них делать подгузники для агам. Шлейки подгузники, и самое смешное, что я видела, люди делают их самостоятельно. А, из клееночки было что-то такое? Там что-то из клееночки, что-то из... Из кое-чего? Да нет, почему? Просто берется кусок капеленки вот этой детской или там для собачек и вырезается кусочек. Но это выглядит очень странно и, наверное, не очень... Да, это больше для видео, для тех, кто следит не знаю, за трендами и что-то там такое интересное снимает, но мне кажется, это довольно-таки... Просто... А я вырежу ее. Мне кажется... Да, я вырежу. Мне кажется, это не очень хорошо. Ну, просто... В этом маленьком Пайперсе не удержится. Нет. А, слишком много бананов. 300 маленьких поилочек, маленьких корбушечек с пюрешечками. И там было написано, что у девушки 2-3 часа уходят на подготовку и кормление всех питомцев. Ведь это все застывает потом. Это все превращается в... Надо заливать горячей водой. Да. Ну, вот, что здесь и сделано. То есть, в конце видео прекрасно было показано, что все это заливается, все это мокнет, отмокает и так далее. Потому что, ну, невозможно... Надо же... Сколько надо дать вообще ящерице времени, чтобы ящерица поела? То есть, если она сразу не подошла. На ночь можно разставить, утром собрать. Ну, не больше. Слушай, у меня вот такие вот ложки, как они вторали, где сидят по две-три штуки, они могут съесть это. Нашли, все в пятером сидят вокруг одной миски, они могут съесть за полчаса. Но тут еще один важный момент, что не все ящерицы готовы брать со дна. Не все хотят именно в данный момент есть кормушки, которые на присоске. Поэтому, если террариум, где ни одна, ни две особи, а групповой, то есть три плюс, вообще в идеале ставить плошку на дно, а другую в районе веток. Во-первых, они приучаются к местам, где находится кормушка. С бананами реально работают. С резничками, с ушастиками, с лихианусами. Лихианусы настолько плюшки, не... Как это называется? Ну, вы поняли, да? Кто содержит лихианусов, тот поймет. Там проще даже покопать в грунт вот эту вот большую миску с пюрешкой, потому что они перевернут ее полностью. Там один лихианус в состоянии съесть маленькую фруктовую баночку вот этой вот фруктоняни просто, ну, минут за тридцать. Ну, она крупная, да, товарищ, поэтому это не маленький. Тесничка. Так что... Я с ложечки кормлю, я на ночь не ставлю. Так, во-первых, с ложечки. Ну, я в отпуске так развлекалась. Каждого по отдельности кормила, рассматривала. Особенно еще мелочи, там штук тридцать. Так, ну, а я сегодня пару ичик собрала у бананов. О, поздравляю, поздравляю. С припоплением. Прекрасно. Социальные сети и реальность. Это ожидание реальности. А ты говорил им, не надо, не надо. Сейчас бы зла, но не надо. Когда получил консультацию в экзамене, но все равно уехал покупать на птичку. У меня в детстве 30 гупей жило в трех литрах в банке. Я туда вместо аэрации дул через трубочку и нормально все было. В советские времена так и было. Я на гупей-то чем-то. Автоматизированной техники было мало, ну, малое количество. Господи, если бы видели, как выглядят страшные советские грелки, фильтры еще ладно, еще более-менее, но грелки еще остальное, это просто кипятильники, которые, даже сейчас техника иногда выходит из строя, то тогда, мне кажется, это было повсеместно. Не хочу никого обидеть, но это же реально, быть аквариумистом в советские времена, 70-80-е, это же огромный труд. Я не представляю, как люди клали вообще всю свою энергию для того, чтобы содержать один, два, три аквариума дома. Это же великое вообще чудо. Экзотика. Экзотика. Ну, я думаю, что вряд ли в других странах тоже было что-то такое иное, но это просто уникально. Кстати, если говорить про абыли, времена, то в детстве, когда ты ходишь во все эти дома детского творчества и прочее, там обязательно стоит аквариум, тогда он казался офигенно огромным. Это может быть литров 100, может быть и 200. У меня были араваны. Причем это... Ничего себе! Вау! И, кстати, были еще астрики вроде как. Ну, я уже сейчас плохо помню, это сколько лет назад было. Как много мы не знали. Это огромные объемы, они заросшие, они страшные, там вот эта вот рыбина плавает, которая, ну, ты понимаешь, что она больше, чем твоя голова, и ты такой, блин, хочу аквариум, идешь в магазин, мама понимает прекрасно, что за аквариумом будет ухаживать она, поэтому у тебя 50 литров, тонна гупи, коридоры все размножались, кстати, тоже было классно. Но вот именно цепляясь за вот эту вот картинку из детства, классно видно, как сейчас двигается аквариумистка вперед. В принципе, насколько это просто и главное, это красиво. Даже засрать аквариум сейчас проблематично, если ты изначально подобрал оборудование нормально. Ну да, и я не понимаю. Видимо, ностальгия играет в мышлении людей, что они говорят, что раньше было лучше и так далее. Это романтика, я понимаю, но сейчас стало гораздо все проще. Раньше, вот у меня в детстве все думали, что это нормально мыть аквариум, сливать полностью воду, рыба в это время в каком-то тазике там кустуется. Нет, сейчас мне гораздо легче вообще. что-то слил, что-то залил, пару полночек добавил. А грунт кипятить в кастрюле, потому что улитки завелись. Варить грунт, варить грунт с какашками в кастрюле на плите и ты реально этим занимаешься. Еще хранить весь этот скарб, который специальный в эти кастрюле и так далее, потому что, не дай бог, ты потом эту кастрюлю используешь для супа. Ну, такое удовольствие. Хотя романтика это тоже неплохо. Скорее бы выставка. Блин, когда работаешь, экзаменю и пришла поставка. Да, вечная проблема. Как бы на все хватило денег, потому что 8 и 9 апреля в Санкт-Петербурге состоится уже третья, кажется, выставка, петербургская именно, выставка продажи рептилиум, поэтому мы всех туда приглашаем, вас, тех, кто не сможет присутствовать, ну, приезжайте в Москву, в Москву немножечко проще, из регионов доехать. Да ладно, у нас такая прекрасная веселая погода. Ну, в июне, я думаю, что в Москве будет получше, но сейчас, да, сейчас приезжайте в Петербург, либо смотрите наш стрим, который мы постараемся сделать с выставки, пишите свои там хотелки и пожелания, чтобы уже на выставке знать, что приобрести. Вот, а так, да, у нас еще проходит два конкурса сейчас, первый совместно с рептилиумом, а второй совместно с брендом Декотоп. Мы недавно выпустили большой мастер-класс, вчера, вчера, позавчера мы выпустили большой мастер-класс на час. Я это делала. С главным действующим лицом, дизайнером Анны, которая создала великолепный флорариум, крабовник, да, крабятник. Крабикарик. Да, пишите, какое лучшее. Да, кстати, давайте назовем, давайте выберем название для террариума с крабом. Крабовник, крабятник, крабикарий, какой еще есть? Крабоварий. Крабиарий. Нет, крабикарий, крабикарий, крабикарий. Да, так что, какое вам больше нравится название, такое можно использовать. И этот крабикарий можно выиграть, поэтому заходите к нам в группу ВКонтакте, не листайте немножечко ниже по стене и участвуйте в розыгрыше совместно с Докоток. Нет, нет, сначала вы посмотрите видео, напишите комментарий, боже мой, как прекрасно, это просто восхитительно, божественно, девушка вот такая, молодец, я к вам прийду, мы соберем вместе, домой я очень хочу такой себе, второй, третий и четвертый. Зачем выигрывать, когда можно собрать новый? Вот, пожалуйста, Анна, звоните нам на горячую линию. Узнаете, в какие дни, в какие часы у нас работает Анна? Нет, так много работы не надо, я передумала. Можно без записи, но приходите, консультируйтесь, подбирайте вместе, не хотите консультироваться, просто хотите объем больше, пришли, сказали, Анна, она все вам подготовила, собрала, может еще и сама и перетащит. Напоминаю, выставка Рептилиум будет в Санкт-Петербурге 8-9 апреля, мы будем опять терминалом. Мы те немногие, с кем вы правда можете расплатиться карточкой, вот это вот ПИП, QR-код, карточкой, никаких переводов, только официальная продажа. Очень хороший. Да, самоделки. Да, нет, товарищ, самоделки. как же я люблю когда люди запариваются вот это когда они думают очень распространено запариваться не очень распространено хотелось бы запариваться должна только лапша это понятно просто сам факт того что это тоже очень круто когда ты не просто покупаешь что-то готовое все это ставишь в аквариум или террариум и и все и потом только ухаживаешь за питомцами а тут еще и какой-то элемент создание да то есть создание божественная сила это интересно особенно с оборудованием то здесь у человека сделан биофильтрация вообще тем биофильтрация ну и механика все есть то есть очень интересно единственное что чуть наверное по дизайну чуть-чуть хотелось бы покруче но тут уже мы так они не пальцовеером да конечно ну можно сказать лучше одно то есть он его уже не обслужит никогда для того чтобы там что-то промыть ему придется доставать весь строил растения да посмотри какой-то рай перфекционист вы уже даже кольца ну а еще там плотная засадка чем-то типа или ахариса у него очень мощная корневая то есть там особо вода не циркулирует вот в этом вот уголочке короче не особо он запарился да да зато видос интересно мы просмотрели посмотрели сколько это бонсай круто да бонсай да он еще разрастется действительно будет симпатичным я думаю что для креветок самое то вполне себе ну для рыбы наверное не подойдет потому что слишком сильно и быстро загадится этот фильтр мне кажется мне кажется с молодых ногтей регуана с одной стороны мило прикольно вот но такое только под присмотром родителей и людей которые знают как с этим делом обращаться с такой гуан и потому что животное достаточно разложено и сузану взяла на себя ты я скажу что меня очень умиляют вот эти вот видосики и самое важное вот хочется чтобы те люди которые приходят магазины такие хочу игуану она питается только растительной пищей я буду покупать ей фрукты и держат ее постоянно на одном листовом салате не надо так люди которые заводят игуану и такие нет девяносто сорок пять на шестьдесят недостаточно на всю жизнь и его не по факту ну вот комната балкон оборудованный нужен но самое главное из того что есть вот вы заводите игуану вы пообщайтесь сначала с теми кто их содержит пообщайтесь в принципе с игуанами послушайте людей которые с ними общаются потому что вы покупаете игуану даже если взяли хороший теробьем она дорастает до полутора до полутора-двух лет если это самец это начинается гон вы пару раз получили по ногам хвостом вам уже не нужна эта игуана она же живет сколько лет она реально может расти с вашими детьми тут очень с такой ответственный подход нужен для заведения крупных ящериц по типу игуаны варанов тут ну это как детям за тренировка не но и прикольно вполне себе вот можно съездить на гранд каньон платочка по дорогу ассоцией берешь игуану даст бог бог игуану дал и скажи позитив 1 апреля 1 всегда ждешь какого-то они такие белые как сопельки начало апреля а в петербурге лежит снег слоем сантиметров 30 наверно и 5 градусов мороза это просто замечательная весна поэтому черепашкам бы такое точно не понравилось еще один день еще один пранк сейчас она слишком далеко зашла но начинающих формистов это в шок может повергнуть я они славятся тем что вот выкидывают такие фертили что они ложатся на грунт либо ложатся на корягу либо ложатся на под листик и просто лежат на боку либо там не еще как то то есть они могут спокойно вот так в течение там несколько десятков десятков минут спокойно так лежать приводят на шок своего хозяина особенно если человек не знает на что способна эта маленькая рыбка это ладно это мешок это если у вас аквариум без покровного стекла вы можете найти рыбку которому лежать на полу уже в виде мумии вы понимаете что прошло больше там получаса часа вы эту рыбку берете надо ее как бы в унитаз и прочее но нет вы кидаете об аквариум она дальше плавает это петухи я как раз покупала растение в горшочке не помню какое неважно какое в общем него выловили просто растение просто в горшочке в пакете без воды без всего я с ним заехала в магазин в лету походила еды купила приехала домой кинула растение просто так в аквариум оттуда выпал патидорос он протеставался в влажном пакете без воды час наверное лучше хотел в ленту допустим в этом горшочке было не знаю столовая ложка воды и и нормально самая живучая рыба была в моем аккаунте вообще ничего не убьет рариумную комнату мы уже посмотрели у человека в аккаунте ничего не долго это да да у человека в аккаунте конечно очень много различных фотографий и видео своей комнаты морской то есть там сплошь морские аквариумы и я представляю сколько усилий и трудов это затрагивает да то есть уникально морской аквариум легче пресноводного у меня вот так у меня вот маленький кубик морской все что я с ним делаю раз в месяц подмену процентов 10 протереть стеклышки покормить рыбу больше ничего это ничего только любую но у тебя уже устанавливаться в порядке заниматься на начальном этапе нет там реально ничего не надо делать там все живет самостоятельно там нужно просто адекватно подходить к подбору оборудования вложить некоторую денежку и все а делать не надо ничего можно вообще без подмен тусоваться ночью большие большие аквасы там но 500 800 не знаю литров они подменивают там раз в полгода в воду и потом помпа долина просто осмос доливает лоб морской аквариума для ленивых он для умных и ленивых в основном конечно на руку позволить себе быть ленивым но для ленивых людей которые могут наверно по моему обеспечить могут обеспечить автоматизированный контроль за всем этим в идеале так именно для больших объемов ладно маленький за этим понятно но просто по большим объемом мне кажется должна быть какая-то автоматизация конечно просто должна быть еще грамотная подборка тех же самых кораллов если мы говорим про большой объем соответственно мы делаем хорошенький такой риф и нужно их во-первых посадить рассадить смотреть чтобы не было конфликтов карауто да конечно у меня постоянно такая щупка вылезает не берем на продажу нет 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 да да то есть у него есть потенциал это просто жалко и все такие да действительно забавное видео я думаю что у всех кто разводит питомцев особенно террориумных были такие ситуации у нас таким вот нет я не буду его продавать потому что у него есть какой-то потенциал на место для разведения и для ну тут конечно да такая сердечки на попе пятнышко похожие на черепушку полосочка разорвать этих рисунка по спине да но тебе вообще в принципе не надо но он такой прикольный ты его оставляешь для какого-то определенного периода пока ты не готов его продать и понимаешь что он тебе может быть не должен разведение кстати такой тоже вопросик если он не выбирает допустим ждет пока кто-то из них двинется задвигается то есть именно он по идее будет хватать первым того который пытается удрать чтобы успеть это как у ёжиков на самом деле у ёжиков есть такая еще фишка особенно когда им зафабаса даешь или что-то такое если дать несколько одновременно он побежит за одним раздерет его на две половинки то есть зафабас получается одна не двигается другая пытается куда-то ползти ёж отворачивается бежит к другому зафабасу разрывает его так и когда половинки уже почти никак не двигается он начинает есть именно с тех где ну вот перед лапками они не разбегались то есть животное которое реально думает я лучше сейчас убью побольше и буду спокойно себе есть чем я упущу вот это вот как там синица в руках и аист в небе вот тоже вариант и человек кормит его свою бородатую агаму именно в отдельном каком-то в отдельной миске до большой я бы сказал что маленький бродозенький тазичек так там считает интересно да мы поздравляем всех российских аквариумистов с днем аквариумиста который отмечается сегодня поэтому всех поздравляем аквариумисты вы молодцы а не поздравляю катя у тебя нет аквариума смысле как это есть есть не пока поздравляю и следующее видео до посвящается вам может мелкие мелкие ну кстати да и у нас кстати как раз в тему этого видео у нас выходит нет не такой большой у нас выходит новый премиальный корм который называется измельченный сверчок мы скоро выпустим видео по поводу видео обзор этого корма с владимиром ковалевым то есть для мелкой рыбы для какой-то там средней тоже рыба он вполне подойдет единственное что мы никому не рекомендуем кидать целый брикет целую шоколадку или целый вот ну кубик это будет аналогомарус да такими вот шоколадками мы конечно не рекомендуем то есть скорее всего здесь рыба это все не съела на этом видео и потом человек просто убрал он потом брал рукой этот полуразмоченный брикет что не сделаешь для видео бывает и такое ну так-то у нас вообще скоро выходит не только мотыль но но следите за новостями на новинки уже идут что еще там будет почему вы им рассказываете а мне нет пойдем посмотрим ставьте лайки поддержите аню чтобы она снимала больше интересных видосов ванту бутуаню да опять и закрабятниками и закрабомник это прекрасно и крабикариями на сегодня это все надеюсь вам понравилось если вам понравилось это видео то можете писать плюсики в чат это будет вообще очень здорово и мы конечно повторим такое видео будем почаще такие интересные ролики выпускать ну и конечно конкурс я думаю что наши зрители могут написать самую веселую историю или какую-нибудь смешную или видяшки можно поскидывать ну кстати давайте на своих да 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 все таки человек кто пришлет свое забавное видео история про укусившую мальчика игуану которая ходила потом за ним и ждала пока он умрет не актуально приз-сюрприз давайте так не будем раскрывать всех карт ну и разыграем уже через неделю например вот к рептилиуму как раз не чтоб можно было забрать никаких определенностей да никаких определенностей ну не к рептилиуму да потому что у нас вообще видеоэкспром так что практически поэтому абсолютно случайно собрались тут все метра ну почти да вот и снимали для вас полтора часа этого забойного видео все ребят спасибо большое надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь и приходите за меню все пока пока